В этом году команда проекта вновь отправились в путешествие по районам Хабаровского края, чтобы узнать об истории городов, поселков и национальных сел, а также познакомиться с людьми, которые внесли огромный вклад в развитие и освоение территории нашего региона. И вот сезон подошел к концу. Давайте вспомним самые яркие, интересные и вкусные моменты программы «Национальная кухня». Раз чемоданы на готове, значит, мы снова отправляемся в путешествие. Значит, новый сезон «Национальная кухня» стартует. В этом сезоне мы больше сделаем акцент на историю районов, на историю различных сел и поселений, а также историю людей. Но также мы вам расскажем историю редких национальных блюд. Уж покушать мы любим. И первый район, в который мы отправляемся, он по алфавиту на букву А, это Амурский район Хабаровского края. Поехали с нами? Поехали! Этот памятный камень, он посвящен первостроителям города Амурска, которые сюда приехали весной 1958 года и начали строить этот славный город молодых, да, как говорят? Город молодых, который очень скоро, можно посчитать, отметит очередной юбилей 65 лет. Далее мы отправились в древнейшее национальное село Ачан, где все пропитано нанайской культурой. Гордостью села являются известные на международном уровне фольклорный ансамбль «Сиун», что в переводе означает «Солнце», а также детский образцовый танцевальный ансамбль «Тасима». Так называются традиционные лепешки. В национальном культурном центре «Силэмсе» мы познакомились не только с национальными коллективами, но и с традиционной кухней нанайцев. У нас, как всегда, рыба на столе, лепешки «Тасима», ну, рыба соленая, рыба вяленая, рыба отварная, пельмени рыбные, ну, в общем-то, уха из рыбы, ну, икра, конечно, у нас наша знаменитая зернистая икра. У нас просто здесь нет сухой-сухой рыбы, которую мы детям уже с рождения даем, которая, она просто несоленая, совершенно несоленая. Мы даем и вместо соски, они раньше сосали вот такую вот рыбу сушеную, юколу. Это наша еда. На берегах озера Болонь есть много мест, обросших легендами. Одно из них – пещера, в которой живет могучий дух старика отзял. Туда мы и отправились. А правда, что говорят, что некоторые видели очертания? Лик старика отзял. Как раз-таки в пещере два ответвления есть. И именно в левом, на стенах, можно увидеть его очертания. Но он не всякому показывается. Давай, давай, Саня. Это все же можно. Ой, а вот здесь… Ого! Да, именно в этом направлении можно укрыть. Раньше мы сюда заходили в полный рост. Сейчас она уже осыпалась. И только вот ползком, можно сказать. Мы отправляемся дальше. Увидимся в Нанайском районе. Поехали! Первым делом, чтобы узнать основные факты об истории Нанайского района, мы отправились в Краеведческий музей в селе Троицкое. Нанайский район занимает территорию более 21 тысячи квадратных метров. До 1934 года что было на месте Нанайского района? Насколько я помню, было два района. Я сейчас не скажу название. Потом их объединили в один Нанайский район. В Комсомольском. К Комсомольскому он относился. И потом его выделили как… Да, выделили уже как национальный район назывался. Нанайский национальный район. А потом уже просто Нанайский район. Люди-то проживали здесь еще с Неолита. У нас были стойбище Найхен, Долин было в стойбище, Нергия. По соседству с Троицким располагается другое село – Джари. Это село одно из старейших поселений Хабаровского края. Первое упоминание о селе в русскоязычных источниках восходит к 1647 году. Здесь и сегодня живут прямые потомки коренных дальневосточников. Благодаря их труду по сей день сохранилась Нанайская культура и наследие. Также в селе работает уникальный межпоселенческий центр Нанайской культуры. Встретили нас участницы народного фольклорного ансамбля «Илга-Дерени». Угощать мы вас сегодня будем блюдами, которые издавна употребляют в пищу Нанайцы. И это вот, допустим, это салат из рыбьих шкурок. Салат он из сырой печенки. Тала обязательно, тала рыбная, тала картофельная. Обязательно суп у нас и десерт у нас солима и бода. Вы сказали, что это редкие блюда. Сейчас они на стол ставятся, изготавливаются? Конечно. А сколько им лет? Вы знаете, например, какое из них самое такое, назовем, древнее? Самое древнее, я думаю, это, наверное, такса и, наверное, сыра печень. Как славно, да, что у нас по всему Хабаровскому краю есть вот такие вот поселения, которые отметили уже больше 300 лет и продолжают существовать уже в современной истории. Мы приехали в село Верхний Нерген. Да, в этом селе мы ни разу не были. И так уж случилось, что сегодня прекрасный праздник, день рождения села 86 лет. Мы обязательно покажем вам празднование, но для начала на лодках отправимся узнать немного истории этого места. Расскажите, пожалуйста, что это за место, куда мы вот подъехали? Вы до этого сказали, что называется оно «Шляпа». Да, это по-русски все называют ее «Шляпой». А по-ананайски оно называется «Пиктаку Хонко». Хонко – это скала. А «Пиктаку» – это с ребенком. Скала с ребенком. Вот это вот сама скала, а это ее ребенок. Немножко обрушилась, а так они были очень сильно похожи. А с этим местом связана какая-то легенда? Мне бабушки рассказывали, да, что тут жила бабушка одна, был у нее ребенок. А когда вода большая разлилась, они не могли добраться, они куда-то отъезжали и не могли добраться. Отсюда домой не могли, не могли, не могли, и получилось, как они закаменели. Ну, дух этого, этой скалы, по-ананайски зовут ее, бабушку эту, Де Хада. Де Хада. Мы решили так, раз уж погружаться в национальную культуру, то по полной. И рискнули поплавать в национальной лодке оморочки. Как оказалось, в ней не то что стоять, сидеть шатко. Хорошо сказать. Спокойно. Ну что, бачка. Нормально. Ветер. Занесло. Видели, да? Ну, я хочу сказать, конечно, что это удовольствие не для слабонервных. Но, в принципе, мы, как новички, справились. Итак, национальная кухня «Историческая память» Верхнебуринский район. Мы начинаем. Верхнебуринский район, а точнее рабочий поселок Чикдамын – сердце угледобывающей отрасли Хабаровского края. Угольная история этих мест начинается с 1939 года, когда здесь появились первые строители. В это время были заложены две штольни. Работы проводились вручную. Вместо техники – конная тяга. В 1940 году были построены еще две штольни уже с применением техники. Добыча угля за год в те времена составляла 700 тонн. И с каждым годом объемы добычи росли. Здесь живут целые поколения шахтеров. Вот с 1 августа 1961 года я попал сюда. Когда прибыл, я, сука, года три отработал на лопате, в лаве гонорабочем. Потом горным мастером, потом заместителем. А потом начальник перевели. Перевели, он меня пацаном поставил. Ну как пацан? В 1969-м это было мне 28. Вот он мне вручил участок. Я его ждал, когда ушел на пенсию. В 2005-м. Мы не могли не посетить Умальту, исчезнувший населенный пункт Верхнебуринского района. Дорога до него была долгой, но очень увлекательной. Дорога, ребят, я вам хочу сказать, так себе. Тяжеловатая, но мы-то бывалые путешественники. С нами в эти уже тихие места приехали бывшие жители этого поселка, которые с теплотой в сердце вспоминают времена, когда здесь кипела жизнь. Люди все были дружные, все друг друга знали, потому что у нас были и художники, и писатели, и артисты. Все участвовали в самодеятельности. У нас директором фабрики была женщина, Роза Изадина на Кремис. Хорошие заработки были, снабжение. И мы с Подхабаровской переехали в 50-м году сюда. Чем занимались? Отец сначала заготавливал лес, здесь вот восьмая колонна недалеко, для шахты. Потом на фабрике вот здесь разнорабочим работал. Мать была, стирала, короче, на этих, как, столовая там, прачная. Вот и все, вот так и жили, жили хорошо. Снабжение вот такое. Таких поселков, как у Мальта, которых уже не существует, очень много в Верхнебуринском районе, да и во всем Хабаровском крае. Поселки, где когда-то кипела жизнь, люди влюблялись, рожали детей, ходили на работу, в садик, в школу. Да, что-то исчезает, что-то появляется новое, но самое главное – хранить в памяти эти места и знать их историю. Мы приехали в Ульчский район, село Богородское, чтобы побольше узнать об истории этого района и познакомиться с людьми, которые проживают в этих местах. Узнать об истории Ульчского района мы отправились в Краеведческий музей. Начиналось все с 1858 года. Ульчский район образовался с двух районов. То есть мы сейчас находимся в Ульчском районе, в котором проживает 15 тысяч населения. В нашем Богородске проживает всего 3 тысячи. Конкретно про Ульчи, если сказать, то на данный момент их около 2 тысяч по всему Хабаровскому краю. Наши стенды представлены именно о том, как заселялись сюда казаки, как сюда приехал Муравьев Амурский, Невельской. То есть Амурская экспедиция была в 1849 и в 1855. То есть они несколько раз сюда заезжали. Очень сложно было нашему Николаю Муравьеву, когда он сюда сплавлялся, Ульчи не хотели, чтобы они сюда спускались, народ этот. И то есть все, возможно, пытались как-то им помешать. Мы находимся на сопке Давыдова. Отсюда в хорошую погоду в ту сторону видно даже Сахалин, до которого около 65 километров. Но нам с погодой не повезло, поэтому мы поверим на слово. Но а вот об этом месте, о сопке Давыдова, мы сейчас узнаем поподробнее. Да. Почему эта сопка называется сопка Давыдова? Ну, я не знаю почему, но у нас стратегически высокая. Ну, это военных целях. Поэтому здесь сидел корректировщик огня. Там, кстати, за ней еще есть батареи мышцового калибра. И весь пролив прострелялся, чтобы кораблям, там, радостно, наверное, японским, не было возможности зайти в Ниман Амура. Далее мы отправились в национальное село Булава, чтобы встретиться с Иваном Павловичем Расугбу, который вложил много сил и труда в сохранение традиций предков. По легенде, наш род, как бы, конкретно не местных здесь корней. Мы пришли сюда сверху, саму распустились. Судя по всему, пришло сюда, ну, мало совсем. Ну, может быть, один представитель рода, который дал ростки, и мы стали благодатной природой. Почему бы не размножаться, правда? Никто не мешает, врагов нету. Это враги там, в Верховьях, там война за войной шли, это на юге Дальнего Востока, сами знаете историю, да? Вот и сбежали с тех краев, где там выживать было тяжело, надо было воевать там все. За князя, за племя, за род там все. В конце концов, видать, корни-то наши, очевидно, по языку джурджельские. Потом, чуть позже, маньчжуры, это у нас один язык. Короче, сбежал наш предок, пришел сюда, и вот там, на том берегу Амура, есть, он разветвляется, Амур. Старый Амур, это новый Амур. И там, в районе Дуди, здесь поселок, там есть места такие, там называется озеро, Росубу, там все. Наши предки там обжили эти благодатные, богатейшие, ну просто места, и рыбой, и детью, чего только. Живи, радуйся, врагов нет, размножайся. Не могли мы не заглянуть в национальное село Монгол с единственной улицей на берегу Амура. Здесь мы познакомились с семьей, глава которой много лет назад организовал родовую общину Монгол-Вальдю. Я застала людей в халате. Я приехала, они в халаты ходили, в ульчиски. Ходили ульчи в них по селу, и были сани с названием нарты, и оморочки на берегу. А имена необычайные. Нато, Сандорыч и Мура справляли праздники первомайские и шли на сопку, вон тут, у села. В кино ходили в клуб монгольский, концерты ставили порой. Вальдю, Дексулов очень много. Для них монгол всегда родной. Вот в этой маленькой деревне с мостом посреди села здесь богом меченое место. Талантливые люди, неспроста. Родился здесь вальдю писатель Иван Борис из этих мест, учителя Альфред, Григорий и Иннокентий вырос здесь. Здесь Салданга был уважение. А офицеры все с войны рождались сильные в деревне, в селе Монгол, что у реки. Потомки помнят всех пусть долго. Никто здесь будет не забыт. Пусть гордо говорят, с Монгола! А деревня вечно пусть стоит. Нам повезло. В дни нашего приезда в Ульчский район здесь проходил краевой фестиваль коренных малочисленных народов севера «Бубин дружбы». Мы из здешнего. Из села Булава, да? Расскажите мне про фестиваль «Бубин дружбы». Что это за фестиваль? Ну, в первую очередь, это фестиваль, конечно, национальный, колоритный, со всеми национальными традициями, самодеятельностью, самобытностью. Приезжаем на такие мероприятия, мы знакомимся с новыми людьми, у нас появляются свои друзья, не только из нашего района, еще из других районов. Обменивались своим опытом, мы с ними делимся, они с нами делятся. Вопрос на засыпку. Сколько сегодня лет в Булаве? 210. Расскажите немного вот об истории Булава. Эта деревня у нас образовалась давно, это было когда-то стоебище, здесь жили наши предки. Есть легенда о том, что это место так полюбилось ульчинским людям, что здесь у нас высокие сопки, что у нас есть пойменные луга, опять же наша река Амур, и что здесь проживал шаман, у него была палка Булау, и название этой палки назвали у нас село Булава. Официально, как будто бы у нас день рождения Булавы, это 1812 год, но на самом деле нашему селу гораздо больше лет, потому что это стоебище было древнее. Вот сколько мы с Александром ездили, сколько всего пробовали, но здесь есть блюдо, действительно, которое мы ни разу, ни в одном районе не видели и не пробовали. Но вот это блюдо мы действительно пробуем первый раз, сывыки голубика с вареной китой. Очень вкусно. Вкусно. Сахар, масло и все. И ничего больше. В рамках фестиваля очень много людей за дверью ждут дегустацию, мы уж не будем их задерживать. В общем, все очень вкусно, все пропитано такой ульской кухней. Всем приятного аппетита, сейчас посмотрите, как все налетят на эти блюда. Ох, как здорово! ПЕСНЯ Далее мы поехали в село Оренбургское, которое расположено на левом берегу реки Бикин в 15 минутах езды от районного центра, чтобы узнать, с чего все начиналось. Начиналось с того, что когда правительство решило осваивать Дальний Восток, сюда двинулись семьи первопоселенцев. Наше село называется Оренбургское, и поэтому в наше село приплыли, добрались казаки Оренбургской губернии, Донской губернии и Забайкальского казачества. Сначала приехало в наше село 17 семей из Оренбургской губернии, 5 семей из Донской губернии. Сначала они доплыли на пароходе Москва из Одессы до Владивостока. Потом на плотах добрались до Уссури, оттуда уже на китайских баржах доплыли до наших берегов. Видите, им земли наши понравились, они облюбовали эти земли. В настоящее время в сельском поселении, село Оренбургское, работает средняя школа, кинодосуговый информационный центр с библиотекой, детский сад, администрация, фельдшерско-акушерский пункт, три частных магазина. В Бекинском районе мы стали гостями открытия выставки народного умельца, мастера резьбы по дереву Валерия Тимофеевича Андреяш. На встречу с бекинским умельцем пришла его семья, друзья и почитатели таланта. Здесь же, в районном доме культуры, мы встретились с участницами ансамбля «Зарянка». ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И узнали их богатую 43-летнюю историю. Что-то изменяется в нашей жизни, и, как говорится, и песни у нас менялись. Ну, в основном народные берем. Много своих песен пишу. А вы сами пишете? Да, стихи, песни мои, да. И получается, что не хочется перепевать песни, например, брать Пугачевой, там еще каких-то знаменитых артитистов. А мы сами сделали свою песню и спели. Нажимаю вот это вот. А и в этот момент тянуть. Да, и тяни. Давай. Получится завтра. Тяни. А, тяну. Подождите, обратно верну. Людмила переезжает в Бикин, вы учите ее на гармониста. Да. Отведать блюда национальной кухни мы отправились в гости к семье Богомаевых, чтобы за накрытым столом узнать их историю. Это повседневный, да, насколько я знаю, обед дагестанцев? Для гостей обязательный. Хинкав. То есть хинкав? Есть много видов, да, но для гостей это принимаем мы всегда с хинкавом, чаще всего. Какое самое главное блюдо в дагестанской кухне? Баранина. Баранина. Ну, наверное, и хинкав. Сам хинкав. И сам хинкав. Да, сам хинкав, но и мясо обязательно баранина. Давайте мы поговорим о вашей жизни здесь, в Бикинском районе. Вы сюда приехали? У нас, ну, с меня тут надо начать. Родители у меня, отец военнослужащий. Да, вот. И он еще, будучи военнослужащим в германской демократической сферке, в БДР проходил службу. Ну, и оттуда его перевели, как в то время было, когда контингент выводили, на Дальний Восток. Да, Дальний Восток. И здесь с 85-го года, что мы, можно сказать, кайной и Дальний Восточник, вот так отец уже на пенсию ушел, уехал на Запад России, уехали они, родители у меня. Ну, я здесь остался, пока здесь живем. Природа Бикинского района поражает своей красотой и абсолютно отличается от пейзажей других районов. Наверное, потому что это самая южная точка Хабаровского края. Здесь есть столько необычно восхитительных мест. Одно из них – озеро Зеркальное, на берегу которого недавно была построена одноименная база отдыха. И это уже страницы современной истории Бикинского района. Ну что, это были истории Бикинского района, это были красоты Бикинского района. Ну, а нам пора отправляться в другой район. Когда была открыта история имперской, императорской гавани, которая впоследствии стала называться Советская гавань? Ну, в 1849 году Геннадий Иванович Невельской доказал, что пролив между Сахалином и материком Судоходный на транспорте Байкалом это сделал. И впоследствии была Амурская экспедиция. Она проходила с 1851 по 1855 годы под руководством, опять же, капитана первого ранга Геннадия Ивановича Невельского. И в 1853 году участник Амурской экспедиции Николай Константинович Башняк вместе со своими спутниками, казаками, прибыл сюда и вот открыл этот залив, который носил название Хаджи. В течение недели Башняк со спутниками обследовал гавани, составил план, карту. И когда уже надо было уходить обратно на север, он собрал здесь коренное население, где-то около 50 ворочей, и в районе мыса Анастасии установил деревянный крест. И всем местным жителям сказал, что эта земля относится к России. Памятник открывателям. Первый открывателям залива Хаджи, которая впоследствии стала императорской гавани, сейчас советской гавани. Вот здесь когда-то размещался мыс Анастасии, он, конечно, был немножко в другом виде, сейчас просто уже под причал территорию отдали. А так здесь вот Николай Константинович крест установил. Вот это и есть остропустрица. Здесь даже когда-то были орочи жили. Кто же? Орочи, да, на этом маленьком острове. Здесь в советские времена, да, и вот до 2000-х годов здесь находился маяк. То есть жили маячники, они, ну как жили, они туда приезжали, приплывали на лодке, на вахту. Внесли службу, ввели журналы, все так же, следили за маяком. В Центре этнической культуры Киахала, что в переводе с орческого означает «родной край», мы познакомились с участницей и автором всех костюмов ансамбля этнического танца Аньяха Хаджи Анжеликой Шакиной. Ансамбль Аньяха Хаджи, участницей которого Анжелика Александровна является, это поистине визитная карточка советско-гаванского района. Мы были раньше просто ансамбль танца, а сейчас у нас ансамбль этнического танца и костюма. На данный момент мы очень большой упор делаем на костюмы, у нас и дефилейные костюмы. Как называется ансамбль? С которым мы чуть-чуть попозже познакомимся. Аньяха Хаджи, жемчужины гавани. Аньяха Хаджи Ну и, конечно, неотъемлемой частью культуры любого народа является кухня. С кухней Орочи мы познакомились на берегу Татарского пролива, дорога до которого была долгой, но интересной. Какой огромный муравейник. Аккуратненько подошли, аккуратненько посмотрели, поприветствовали и до свидания. Поправляемся к морю, к нашему любимому Татарскому проливу. Море, там море! Море, там море! Море, там море! Шли мы шли и, наконец-то, пришли. Красота! Слева лес, справа татарский пролив замечательный. И вот такой вот потрясающий накрытый национальный орческий стол. В целом, ежедневный такой рацион, он был не очень богатым, состоял из нескольких простых блюд. На завтрак ели либо кашу, либо мясо и запивали рыбным бульоном. Обед, чаще всего мясо и запивали бульоном, в том числе ели юколу, сушеную, размоченную, разжеванную. Даже есть такое блюдо, когда готовят две женщины. Одна женщина разжевывает юколу и складывает ее из своего рта в пиалку. А другая разжует ягоды и туда же. Потом все это дело перемешивается и получается очень вкусное блюдо, как говорят. Но мы не пробовали. Мясо и мерпичьего жира или, может быть, медвежьего жира. То есть этот жир должен быть жидким и им запивали блюдо. Рыба, юкола, она все время и вяленое мясо тоже. Вот примерно так. Стол подобный подавали, когда приходили гости. Но вы у нас сегодня гости, поэтому для вас такой стол. Это была история Советско-Гаванского района со своими людьми, со своими потрясающими по красоте местами, легендами. И вкусной-вкусной кухней Орачи. Ну и об истории Ванинского района Ванина нам расскажет директор Ванинского краеведческого музея Казанцева Лилия Алексеевна. Лилия Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Рады приветствовать вас в нашей программе. Очень приятно вас видеть в очередной раз у нас в гостях. С чего все начиналось? А начиналось все с Амурской экспедиции Геннадия Ивановича Неврескова. Под его руководством сюда был направлен Николай Башняк с тремя казаками и амгинским переводчиком. Башняк вошел в эту бухту, глазомерно ее определил, описал ее глазомерно. В то время бухта называлась по названию реки, впадающей в эту бухту. Чистоструйная речка Уль, что сорочского означает тихое, спокойное место. Также и была названа эта бухта, вновь открытая. Но вот название Ванина она получила в 1876 году, когда сюда была направлена экспедиция под руководством Логина Большего. И в состав его экспедиции входил Иоаким Климентич Ванин, топограф, который уже делал гидросъемку побережья этой бухты и наносил ее на карту. И вот с тех пор повелось. Карта Ванина, карта Ванина. Ну так и бухта Ванина получила свое историческое название. Бухта Ванина. В 27 километрах от районного центра Ванина расположено национальное село Дата. На данном месте долгое время было стойбище Орочей Дата, то есть Устье. Село было основано в 1938 году. С одной стороны село омывает Татарский пролив, с другой – живописная река Тумнин, самая крупная восточной части Сихотеолиньского хребта. Редкие по красоте ландшафты никого не оставляют равнодушным. С двух сторон бухты, где расположено село, находятся ритуальные для Орочей скалы – Мамача и Папача. Чтобы послушать легенды, связанные с ними, мы отправились на боте в открытое море. Ирина, ну расскажите эту легендарную легенду, да, скажем так, посвященную этой скале. Она называется… Мапача. Мапача. Да, на той стороне есть Мамача. Это муж и жена. По преданию у некоторых Орочей, это Хадао, а там его супруга. Они чем-то разгневали бога Эндури, создателя всего сущего на земле. Хадао – это первый помощник Эндури. У Хадао были свои помощники, это собака. Поэтому, когда муж с женой Хадао поссорились, Эндури их раскидал по разным сторонам, и они окаменевать стали со временем. Хадао отправил своей супруге помощь собаку, и они там со временем тоже окаменели. Ну, первый, получается, окаменел Хадао. Когда земля еще только остывала, земля была сплошь покрыта водой, Хадао создал семью орлов и семью воронов. Летали орел и ворон долго, искали сушу. В суши все не было. Тут уже ворон говорит орлу, «Ты как?» «Я еще летать могу». Ну все, и летят они дальше в поисках суши. И тут из воды показалась небольшая скала. И тут орел спрашивает у ворона, «Как ты?» Он говорит, «Я еще лететь могу». «А ты?» А я, говорит, «Больше тебя». И мне, говорит, тяжело. Я, говорит, уже устал. Ну, присели они на эту скалу, и стали они людьми. Стали жить. Одного они как рода, духа. Мы друг другу духа. Начали они плодить детей. У орла жена и родился сын. У ворона жена и родилась дочь. Когда дети подросли, орел подходит к ворону и говорит, «Мы с тобой друг друга духа». То бишь, дети наши не могут друг на друге жениться. Давай, говорит, сложим лук с пальмой и разделим угодья. Орел взял и разделил пальмой угодья и сказал, «Тут твое угодье, тут мое угодье». И теперь наши дети могут друг на друге жениться. Когда настанет нам срок уходить, мы их всему научим и спокойно с миром уйдем. Это была легенда о создании происхождения людей на земле. Еще мы посетили заповедное место – остров Токи. Этот остров в Татарском проливе настоящее спасение для тюленей ларга, являясь самым многочисленным лежбищем уникальных животных в акватории Японского и Охотского морей. Тюлени на острове Токи настолько многочисленны, что заглушают своим ревом штормовой прибой. Помимо тюленей здесь находят убежище сивучи и моржи, выводящие здесь потомство. Создал на острове Токи заповедник местный предприниматель, почетный гражданин Ванинского района и известный защитник природы Владимир Иванович Москалев. Владимир Иванович, ну вы почетный житель Ванинского района. Вот такой у вас есть замечательный статус. Но расскажите нам про ваше детство. Вы здесь родились, в Ванинском районе? Ну да, я здесь родился. У нас трое детей. Наши родители были сюда присланы один по правоукорительным органам. И мать была у нас учительницей. Все трое мы закончили школу, закончили институты, разъехались по России. Много чего поменялось, конечно. В Ванином много построилось. Я сам лично много путешествовал. Не то, что путешествовал. Раньше работал. Часто представлял интересы Советского Союза на переговорах в Японии. Видел я за границей. И считаю, что самое лучшее место это Россия. Ну вот даже в Ванинский район. Многие, кто бывает западники, они все понимают, что говорят, что здесь и климат такой средний, и люди тут другие. Жить можно. И здесь же, на территории заповедника, мы окунулись в местную национальную кухню. Ну, начнем с того, что в летний период кухня была более речной или морской. То есть это в основном преобладали в блюдах это рыба, травы, ягода. Это чага, дальневосточная. То есть ее заваривали? Это используют, да, как чай. Как чай. Вот такая есть. А есть еще вот такая. Это чага, недальневосточная, она забайкальская. Отличается крупностью и по цвету, естественно. Рыба, вареная, горбуша. Горбуша вареная. Так. Ну, естественно, если масла нет, то, естественно, уха. Да? Ну, или... Потом со временем появились масла, начали торговлю, там, китайцы, корейцы, тогда были слежащие. Естественно, начали и жарить, и, ну, разные крыда появились. И просто рыба жареная, и котлетки такие рубленые, да, по-разному? Котлеты не крутили фарш, они рубили, потому что не было мясорубок. Ну, если даже они и до советское время, и, может быть, они и были ручные, да, но, естественно, не могли позволить этого. Беречь природу, безусловно, важно. Но также важно сохранять историю и передавать ее из поколения в поколение. Особенно в наше время это очень и очень актуально. Так, ну, мы отправляемся на сплав. Нужно пройти немного по лесу, чтобы выйти в прекрасной реке Гуру. В минут 40 мы будем сплавляться, все вам покажем. Змеи, возможно, но как мы любим. Как змеи? Щитоморники, как мы любим. Мамочка, господи, как страшно. Самое главное, самое главное, мы идем на сплав. Мы еще никогда бы не сплавлялись на хатамаранах по горной реке. Идет веселый Саша, не зная, что обхатамаран может опрокинуться. Но говорят, у нас очень опытные капитаны, поэтому все будет хорошо. Настоящий путешественник, дальневосточник готов всегда. Вы сами заказали спасательного пиратуры. точно сегодня не искупаемся? Давайте со мной так отректи. Сергеевич, давай мы ее сзади поставим. А ты перейди сиди, а я вот там рисую. Давайте рукули. Так, все, отчариваем. А что нужно брать, да? Мне тоже не сложно добрать. А камеру кто будет держать? Мы на катамаране. Все хорошо? сплавляемся по речке Гур. Начал работать с письмом из всего капитана. И раз, грибок. И раз, грибок. Раз. Раз. Мы в корягу идем. В коряга. Аааааа. Ааааа. Аааааа. Аааааа. Аааааааааа. Ааааааа. Это было незабываемо. Даже немного поймали экстрим. Да. На этом наши приключения не закончились. Мы идем немножко порыбачить, а еще все-таки дойдем до камня желаний, чтобы загадать желание, чтобы оно сбылось. Опять по шпалам, опять по шпалам иду, я в гору по привычке. Слушайте, сначала у нас будет, я так понимаю, рыбалка сейчас, да? Да, мы сейчас порыбачим, а потом уже пойдем и загадаем желание. Если то желание, которое я загадаю, оно должно исполниться до конца года точно. Возможно, оно исполнится тогда, когда выйдет эта уже программа. Я, мне кажется, догадываюсь, о каком желании идет речь. Но нельзя вслух говорить. Вслух говорить не буду, но присоединяюсь к Людмилуному желанию, загадая свое. Тоже хорошее. Я, как говорится, иду где интереснее, Людмила идет где безопаснее. С берега будет. Просто я знаю способ, когда вот надеваешь вот эти вот, все такое рыбное, большое, здесь застрегивается, здесь пакетик вешаешь и стоишь ножкой. Сколько там у вас? О-о-о! Это ленок? Это ленок. Это ленок и хариусы, да? Да. Вы говорите плохо рыбалка. Нет, ну... Вот это леночек. Это полчаса рыбалки, это всего. А можно нам это сделать? Да. Порыбач. Я знаю. Ну, все тогда. Ну, вы отходите, а то я сейчас вас поймаю. А сразу тянуть? Ты должна почувствовать, что оно клюет. Да, смотри, на попугу. Да, я хотя бы пару раз кидану. Может, и фартанет. Да, конечно. А может, и не фартанет, конечно. Ну, погнали. Не уходит. Не уходит. Ладно, попробовали. Передаем вам удочку назад. Мне кажется, вы все равно больше поймаете, чем мы. Чем мы ноль. Спасибо. Пошли дальше. Камни желаний. Давненько мы с тобой в горы не поднимались, да? Испытание. Сейчас предстоит такое. Что значит давненько? Два года мы не поднимались. Вот как-то Комсомольский район любит нам делать такие интересные приключения. И чем выше, тем интереснее. Тогда это у нас была гора, как она называлась, Чокенте. А сегодня вот камень желаний. Все, ты взяла камень? Взяла камень? Я тоже взяла. Подъем только начался. А мы уже никакие. Погнали, что? Мы же сами на этом подписались. Борисничка. Такое ощущение, что осталось идти чуть-чуть. Люд, тут чуть-чуть осталось. Подожду ее. Отдышусь. Люд, я тебя жду, давай, все нормально. Ты можешь идти на камень и просто молча стоять минуту, минуту постоять, и позаградать. Ага. Все просто. Ой, как легко. Добрались. До Камня желаний. Идем. С горем пополам добрались, но добрались. Так, они поскользнутся. Так, ну что, я вот здесь, пожалуй, это сделаю. Так, камень, мой камень. Я его кладу вот сюда и приставляю. Давай, я это сделаю рядышком. Все, только молча, сделай, Сашка. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему на ЖД-путях почти всегда лежат камни? Начнем с того, что камни, которые вы видите рядом с железной дорогой, называются балластом. Они формируют рельсовое полотно, на которое укладываются железнодорожные шпалы. Балласт обеспечивает вертикальную и горизонтальную устойчивость пути под воздействием поездных нагрузок и изменяющихся температур, а соответственно гарантирует, что рельсы останутся на месте при перегоне сверхтяжелых поездов. Так вот здесь, в Комсомольском районе, идет строительство новой ветки БАМа, а камни для балласта добываются на Панийском месторождении. Расскажите нам, пожалуйста, что здесь происходит, какой процесс вот на этом Панийском месторождении в Комсомольском районе? Здесь производится добыча строительного камня, который должен обеспечить строительство подъездных дорог, железнодорожных насыпных путей. В данный момент осуществляется строительство второй БАМовской ветки. Но здесь, я вот смотрю, порода достаточно такая крупная. Еще потом происходит какой-то процесс дробления, да? Процесс дробления, да. На начальном этапе производится производство буровзрывных работ, то есть мы плотное горное тело, производим буровые работы, производим взрыв. Это называется первичное дробление скального грунта. Нам предложили провести мастер-класс по приготовлению икры пятиминутки, но при одном условии, что рыбу мы поймаем сами. Пришлось отправиться с опытными рыбаками на Амур, закидывать сети. На Путину 2022. Саш, поймаем что-нибудь? Я уверен, что сегодня мы с тобой что-нибудь поймаем. Субтитры делал DimaTorzok Сегодняшний выпуск будет посвящен Тугура-Чумиканскому району. Кстати, это один из самых малонаселенных районов Хабаровского края. Сам современный границ Тугур-Чумиканский район был образован в 1926 году, в период советизации. Но следует сказать, что одни из самых, наверное, старейших поселений, сел именно находятся в этом районе. Это, допустим, деревня Уцкое, которая в следующем году празднует 380-летие. Затем село Тугур, которое образовано было в 1642 году. И в этом году отпраздновало более такое молодое, да, село, маленькое поселение, село Таром. В этом году им исполнилось 90 лет. Древняя земля Уцкая, Родина любимая моя, Краса природная и людская, Всем она своя. Долиною обширная, До Уцкой губы, Морской водой омытая, С островами Шантары. За морем, за долиною, Горы ее высокие, Тянутся они цепью, Дали бесконечные. Манит красотой она, И водой прозрачной. Глубина, видать, до дна, Засыпанная галькой. Наше большое путешествие по Хабаровскому краю завершается. Команда проекта побывала в самых необычных местах, Познакомила вас с самыми интересными людьми, Удивительными историями и загадочными легендами. А еще мы с вами узнали о том, как встречают гостей, Чем угощают и удивляют туристов на дальневосточной земле. И главное, увидели наш регион таким, Каким его видят люди, влюбленные в свою родину. В свой Хабаровский край. Субтитры подогнал «Симон»